Смерть больше всего похожа на взгляд с вершины. То есть, с учетом того, что тело живет, ну, допустим, даже ресурс тела 120 лет, да, за вот это ограниченное время, какой бы из вершин вы бы стали достигать? Ну, неважно, есть канатная дорога или пешком, или на самолете, или как угодно. Количество событий конечна, потому что конечна само время жизни. И его, конечно, можно уплотнить и продлить само время, но, все-таки, всех вершин не достичь. И смерть, она служит как раз для того, чтобы создавать выбор. Выбор с учетом фиксированного времени. Не то, что его много там или мало, а просто время ограничено. Это позволяет переоценивать, и действительно похоже на взгляд сверху. То есть, вот так вот с высоты смотришь, дорога извилистая, там, допустим, озеро, большое оно или маленькое, леса, хочу их или нет. Все переоценивается. В зависимости от угла зрения, мы видим по-разному и видим разное. Ну, как с разных граней, да? И вот для этого думать над смертью иногда и нужно. Но не то, что залипать, что вот я там умру. Нет, просто жизнь ценна, только если осознаешь, что она когда-нибудь закончится. И изменение масштаба, оно полезно. То есть, смотришь вблизь, допустим, в нашей аналогии на травинку, да? Смотришь подальше на дорогу, смотришь еще подальше на горы, на облака, на события разного масштаба. То есть, какие-то дела займут 10 лет развития, какие-то дела займут там 5 минут дел. Но все они, все-все-все вместе, многослойно, многоуровнево заполняют один фиксированный объем. И если над этим не думать специально, то есть, как бы не смотреть сверху, то будет совсем другое восприятие. То есть, будет казаться, что вот дойду сюда, вот дойду сюда, вот сделаю это, вот сделаю это. То есть, что путь как будто бы бесконечен. В такую иллюзию попадают очень многие. И лет после 70 достаточно сильно об этом жалеют. Или если заболевание какое-нибудь тяжелое, то есть, вот принудительно человек поставлен перед этим фактом. Не по своему выбору, а просто так случилось. И они начинают понимать, что многие бы какие-нибудь там извилистые тропки, просто бы лучше вообще обойти. Что вот там, вот, вот, вот мои там 3, допустим, вершины, хоть 33. И они нужны. А мелочевка не нужна. Или наоборот, не хочу достижений, хочу здесь сейчас солнце кайфит. Но люди разные. Главное, чтобы это был выбор. То есть, ваш выбор, ваша ответственность, жалеть ни о чем не придется. Если не было масштаба, то выбор вроде бы как бы ваш, но вы не осознали этого. И ответственность принимать не захочется. Ну, в общем, не самая приятная ситуация. А как практика, как практика вообще грустно можно не думать. Можно просто подниматься в горы, например, и просто смотреть с высоты. Еще некоторые для этого летают на самолетах, а некоторые еще с парашютом прыгают, там тоже сознание. Практик можно придумать много, но сама идея, что это нужно. Нужно менять масштаб. Это освежает, делает насыщенным каждую секунду, даже если вы просто сейчас пойдете, например, пить чай в соседнее кафе.